Предпенсионер Власкин – настоящий заклинатель кур. Куда бы он ни шел, пернатые следуют за ним. Для Сергея Александровича разведение несушек – не только хобби, но и бизнес. В прошлом году на развитие своего дела он получил деньги от центра занятости. Мужчине выдали годовое пособие по безработице – 58 800 рублей. На эти деньги он открыл мини-бизнес. Купил 100 кур и теперь их успешно разводит. Часа в 4-5 я встаю, иду кормить их, поить, а потом уже занимаюсь навозом, убраться, подместись, песок им насыпать, чтобы они клевали кальций. Травы сейчас летом кашу им, так как они у меня в загоне, надо травы им постоянно. Многодетному отцу Сергею Александровичу 59 лет. Без работы он остался недавно. Так всю жизнь трудился водителем автобуса. Теперь не позволяет здоровье. А для разведения кур сил хватает. Квочки чувствуют себя хорошо, яйца приносят регулярно. Каждый несет по одному яйцу, где-то через день она несет. 60 кур, где-то 4 десятка у нас в день идет яиц. Все у нас на продажу идет. Сергей Александрович – мужчина с руками. Сам построил дом, затем сарай и теплицы. Готов теперь и бизнес расширять, был бы спрос. На рынке и по соседям яйца расходятся хорошо. Продукцию все любят. Экологичная и полезная. Яйцо, говорят, очень вкусное, хорошее. И все очень даже берут. Независимо от цены. Цыплят теперь покупать не будет. Научился сам их выводить. Даже инкубатор купил. Курочки из первого выводка уже выросли. В эту ячейку кладутся здесь яички. Закрывается, включается в электричество. Он нагревается и они здесь двигаются и лежат в течение 30 дней. На 30-й день они начинают вылупляться. Желающих стать частью программы по содействию самозанятости в Шуйском районе много. Причем не только предпенсионеры, но и молодежь. Кому же подъемные помешают? Оформить выплату несложно. Но нужно пройти тестирование. А затем, если захочется, бесплатные курсы по основам предпринимательства. После составить бизнес-план и защитить его перед службой занятости и налоговой. Могут и отказать, если бизнес сочтут ненадежным. С 2009 года в районе деньги на дело получили 197 человек. В основном одобряются те планы, которые направлены на развитие производства, на оказание услуг, бытовых услуг, на сельскохозяйственную деятельность. Ну, бизнес-планы, которые направлены на развитие торговли, конечно же, не приветствуются эти планы. И горный бизнес, и развлекательный какой-то бизнес, сетевой маркетинг. В этом году средства федерального бюджета в Шуйском районе получат три предпринимателя. Все будут вдохновляться примером Сергея Власкина. Он, в свою очередь, задумал расширять поголовье почти в два раза. И с интересом посматривает на ульи. Хочет открыть пасеку. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Шуйский район.